Приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы можно ли в духовной жизни взять отпуск просто месяц не молиться не ходить фрам не читать писание псалтирь будет ли это полезно хороший вопрос может ли даже захотеться такого отпуска как вспоминает митрополит тихон в своей книге не святые святые когда казначею святой жизни надлежало дать деньги какому-то монаху благословленному съездить куда-то на недельку отдохнуть он уклонялся от выполнения этого послушания причитая на весь монастырь помогите спасите монах устал от пресвятой богородицы ему надо отдохнуть от благодати божьей дело в том что мы с вами не на работе христианство не является нашим способом заработка или времяпровождение это наше основание жизни мы промежуточные слова между тем что должно быть и между работой это служение мы сознаем как военнослужащие которые призваны в любой момент жизни защищать свою родину а не только когда у них рабочие часы тем более христианин тем более монах священник никогда не видит своей жизни благо без исполнения своего долга ты понял блаженство занятий блаженство это сопровождающее чувство самого прекрасного отпуска блаженство занятий удачи закон и секрет и повезло тебе тоже удачи закон и секрет ты понял что праздность проклятие так что не упраздниться я хочу от молитв и церковной жизни а напротив основательной в них погрузиться и счастья без подвига нет согласен что это напоминает подвиг но при этом именно это путь к счастью а что в этих словах нашего великого поэта прекрасно отражено устремление внимательной души к всегдашнему совершенствованию но то что не только дома но и на каком-то курорте не только в россии но и на ее пределах или за ее пределами можно не понапрасну тратить время не погружаться в какую-то свободу от своего благочестия слегка приевшегося а напротив искать способ и чаще воспоминать из глубины сердца своего призывая господа иисуса христа и пользуясь свободным временем от работы физической чаще бывать в каких-то на каких-то богослужениях все это вполне возможно и таким образом наши вакации наши свободные времена оказываются не проклятыми по причине праздности а благословленными по причине наполнения теми добрыми делами благочестия которые и в течение рабочего времени для нас были не чужды внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео